За 8 дней рейда в рамках профилактической декады, внимание, пешеход, сотрудники госавтоинспекции выявили более 400 нарушений пешеходов. За январь 2016 года в городе Кургане было совершено 13 наездов на пешеходов, 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, не только к пешеходам и к водителям тоже, что водители при управлении транспортными средствами, подъезжая к пешеходным переходам, сбавляли скорость, пропускали пешеходов на пешеходном переходе. Ну и, конечно же, сами пешеходы при переходе проезжей части в обязательном порядке нужно убедиться в том, что все машины остановились и потом только переходить проезжую часть. Основная масса происшествий регистрируется в рабочие дни, со вторника по пятницу. Во время движения людей к месту работы, учебы и обратно. В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения данной категории участников дорожного движения, стабилизации дорожно-транспортной обстановки на территории Курганской области 25 января, началась профилактическая декада «Внимание, пешеход». Мы решили узнать у зауральцев, умеют ли они переходить проезжую часть. В первую очередь я глядываюсь по сторонам, чтобы убедиться в том, что безопасно, потому что сейчас на самом деле, во-первых, скользко, можно поскользнуться, во-вторых, водители не всегда соблюдают правила. Посмотрел налево, дошел до середины, посмотрел направо, нету ли движущегося транспорта рядышка. Водители соблюдают, чаще пропускают или не пропускают? Ой, ну, бывают, не соблюдают, особенно у нас в Рыбково, возле магазина «Магнит». Там вообще страшно переходить, особенно вечером, потому что освещение очень плохое, и когда переходишь, там тоже очень много случаев, когда сбивают, и на пешеходном, и не на пешеходном. В ходе мероприятий особое внимание было уделено переезду водителям транспортных средств пешеходных переходов в темное время суток, переходу зауральцев проезжей части в неустановленном месте, а также пешеходами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Стас Волосников, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру.